За дверями этого небольшого кабинета царит атмосфера прошлого. Когда рыцари, облачённые в кольчуге, сражались на мечах, женщины занимались рукоделием и воспитанием детей. Клуб исторической реконструкции объединяет 50 единомышленников. Основная цель – познакомить людей, подрастающее поколение, с так называемой живой историей. Потому что тот текст, который есть в учебниках, те картинки, которые там присутствуют, на самом деле не дают по-настоящему почувствовать, что из себя представляло жизнь в прошлом. А здесь можно своими руками всё это пощупать, увидеть, понять, надеть на себя. Увидеть и примерить можно сразу. Но свой исторический наряд каждый член клуба должен изготовить сам. Начинают здесь с самых элементарных вещей. Андрей Игнатенко пополнил ряды реконструкторов недавно. Сплести тетиву для лука – его первое задание. Работа монотонная и требует уйму времени. После того, как я сплету тетиву, мне нужно будет шить одежду. То есть у меня уже есть кань, надо её раскроить будет. Ну, и шить. Мне с детства как бы нравилась история, и поэтому мне это интересно. Именно интерес к истории объединяет их всех. Вот так на практике легче и проще запомнить вехи развития Руси. Параллельно члены клуба осваивают азырь местленного дела. Учатся работать молотком, щипцами, иголками. Постигают и другие премудрости. Наверное, уже 10 точек я сделал щитов. То есть я когда пришёл, у меня… То есть я их делать в принципе не умел. Сначала пытался сделать как-то по-своему, пытался провести эксперимент. У меня не получалось. Но потом с опытом уже приходит мастерство, умение. И я уже более, так сказать, клепаю их как на станке. Несколько раз в год они облачаются в свои наряды и с головой погружаются в прошлое. Воссоздают события знаменитых исторических сражений. Причём по правилам весь наряд рыцаря должен быть максимально приближён к исторической модели. У девушек даже современная резинка для волос под запретом. Это же так называемый исторический эксперимент. Чтобы эксперимент был максимально чистый, нужно максимально приблизиться к тем реалиям. Не только резиночка на волосах, ещё и ткани. То есть нельзя, чтобы были синтетические ткани. Ткани должны быть натуральные. Не только натуральные ткани, но и такие натуральные ткани, которые использовались в тот период. Этим летом они планируют большой поход на Изумрудную долину, куда съедутся единомышленники со всего края. На несколько дней участники встречи сознательно откажутся от всех благ цивилизации.